Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «При мудрости Иисуса Сына Сирахова», 33 глава. «Боящемуся Господа не приключится зла, Но и в искушении Он избавит его. Кажется, взаимоисключающее утверждение, Но в этой крылатой фразе «Правда жизни многого зла избегает тот, Кто держится путей правды». Но нельзя вовсе прожить без скорбей, Которые попускает Господь так же щедро, Как и благо свои, так и испытания, Поскольку и то, и другое необходимы для усовершенствования души. И среди этих неизбежных искушений, испытаний, Он будет избавителем, достаточным в каждом случае, В любую меру беды, в любое испытание, Впадший праведник сподобится соразмерного, Как сейчас говорят, симметричного, И вспоможения от Господа. «Мудрый муж не возненавидит закон, А притворно держащийся его, Как корабль в бурю». Замечаем из этих слов и то, Что не всякий говорящий «Господи, Господи» Войдет в Царствие Небесное. Мудрый муж всяко держится за слова закона И не позиционирует себя врагом его. И следующий по путям закона Непременно не только не отречется Ни от какого из утверждений закона, Но и с любовью будет следовать ему. Притворно держащийся его Неблагонадежен, Как корабль в бурю тот, Кто только по внешности признает, Стремясь сойти за мудрого, Но не следует сердцем тому, К чему ведет закон, Богом установленный. Разумный человек верит закону, И закон для него верен, Как ответ у Рима». Вот это тоже слова, Отражающие взаимное расположение, Ту синергию, В которой совершается жизнь праведника. Он искренне доверяет тому, Что открыл Господь В своем откровении, В священном писании, И благонадежен для него этот закон. Опираясь на него, Человек проявляет доверие, Отсекая свои помыслы, Присягая не только словами, Но и самими делами, На верность закону. И закон оказывается для него Воистину твердой опорой, Камнем несокрушимым. Закон верен, Как ответ у Рима. У Рим и Тумим, Таинственные предметы, Которые принадлежали первосвященнику, И с помощью которых Определялась воля Божья. То ли это некий образ жеребия, Броса и которых Склонялось решение По указанию этих предметов, Нет и точного разъяснения Этих таинственных указателей Воли Божьей, Но и из этих слов Праведного наставника Видно, что совершенное доверие Как последние инстанции указания Сопровождали те указания, Которые делались С помощью этого у Рима. Приготовь слово, И будешь выслушан. Собери наставление И отвечай. К великой осторожности Побуждает нас наставник. Мыслям, говорит он, Должно быть тесно, А словам просторно. Не торопись многословить. В многословии не убережешься От греха. Слово, как и вкусное угощение, Должно быть приготовлено, То есть взвешено, осмысленно. Многие, освоив Нехитрую науку речи, Потом пользуются Этим навыком говорить Вперед мыслей, Которые призваны Взвешивать слова. Наставник мудрый Требует от нас При уготовлении Ко всякому слову, Даже если ты И считаешься красноречивым. И будешь выслушан. Ибо ради чего И произносится слово Не ради того, Чтобы сорить ими, Но ради того, Чтобы быть услышанными. Таким образом, Сама задача речи Достигается только тем, Кто эту речь Приуготавливает. Собери наставление И отвечай. То есть, прежде чем говорить, Научись слушать. И вникнув в то, Что тебе говорится, Вникнув в тот опыт, Который предшествовал Твоему слову, Пускай и родится Твое слово Не в пустом пространстве, Не для того, Чтоб только воздух сотрясать, Но как некое порождение Той мудрости, Которую ты прежде впитал. Колесо в колеснице Сердце глупого, И как вертящаяся ось Мысль его. Мы называем это состояние Рефлексии, Какое-то пустое терзание Помыслов, Перекатывание их Из пустого в порожнее Своего ума. И это состояние Круговращения Бесполезных помыслов, Участь глупых. Насмешливый друг То же, что ярый конь, Который под всяким Седоком ржет. Любят люди, Когда весело Им со своим собеседником, Но и в этой насмешливости Должна быть мера. Тот друг, который Этой меры не знает, И его постоянные свойства Не вдумчивость, Не кротость, А насмешливость. Уподобляется Мудрым наставникам Ярому коню, Который ржет Безрассудно, Не отдавая Никакого внимания, Не прилагая Разборчивости Ни ко времени, Ни к тому седоку, Который на нем, Никак не соответствуя Другими словами Той объективной реальности, Которая его окружает. И таков, конечно же, Не может быть Друг благонадежный. Потому, стремясь К веселому общению, Будем следить за тем, Чтобы эта веселость Не простиралась Излишне и безмерно, Чтобы она не захлестывала Собою Ту благочестивую Ноту тихости И благоговения, Страха Божия И молитвенности, Которую призвано Созидать Сердце разумного. Почему один день Лучше другого, Тогда как каждый Дневной свет В году Исходит Из солнца, От солнца? Источник света И пришествия дня Одно и то же солнце, А дни различаются. Почему так, Если солнце одно? Законный вопрос. Они, Отвечает Премудрый, Разделены Премудростью Господа. Он Отличил Времена И празднества. Некоторые из них Он возвысил И осветил, А прочие Положил В числе Обыкновенных Дней. И мы с вами Разделяем Будни и праздники, Посты И торжества. Преподобный Паисий Святогорец Говорил, Что Дело доброе Чувствовать Особую благодать Тихо Ведененной молитвы За будничным Богослужением В тихом храме, Но Не вполне Духовно здоров И тот, Кто Не чувствует Особой благодати В многолюдном Празднике Церковном, Где Нет уже места Тихому Уединению, Но есть Торжество Соборной Общей молитвы, Есть Духовное Ликование, Прячущиеся От него, Не желающие Признать Благодатным Праздник Многолюдный, Тоже Не признает Богом Установленное Чередование Дней Праздничных И дней Будничных А все люди И все люди Из праха И Адам Был создан Из земли Но По всеведению Своему Господь Положил Различия Между ними И назначил Им Разные пути Значит Урок О Различении Дней Предлагает Нам Премудрый Наставник Ради Того Чтобы И в отношении Людей Одинаково Взятых Из одной И той же Земли Произошедших От единого Адама И таким Образом Одинаковых По своей Природе Господь Однако Различил И назначил Им Разные Пути О чем Говорит Писатель Священный Не о том Либо Путь Каждого Человека Предначертан И Некоторая Неизбежность Рока Тяготеет Над Каждым Человеком Вовсе Нет Одних Из них Благословил И возвысил Других Осветил И приблизил К себе А иных Проклял И унизил И сдвинул С места Их Мы узнаем Здесь Слова Апостола Павла Который Ссылаясь Быть может Именно На Это Место Священного Писания Уже Известного Во Израиле Напоминает О том Как властен Горшечник Над глиной Который в его руках Ибо далее Пишет Премудрый Иисус Сын Серахов Как глина У горшечника В руке его И все судьбы Ее В его Произволе Так люди В руке Сотворившего Их И он И он Воздаёт Им По суду Своему Вот Разгадка Бог Определяет Но Бог Вне Времени И Каким образом Будет Расположено Сердце Воспользуемся Премудрый Воспользуемся Подлинным Духом В тварном мире Всякий предмет Отбрасывает тень И есть всякая сторона У всякого предмета Другая сторона Кроме той Которая Ярко Освещена И есть Чередование Дня и ночи И есть Чередование Света И тьмы Которые Периодически Оказываются Доминирующими В жизни Того или другого Человека В тот или иной День и час И к благам Господним И к тем скорбям Которые Неизбежны В жизни Человеческой Господь Прилагает Свою любящую Отеческую Руку И Человеку Надлежит Как в богатстве Так и в бедности Как в изобилии Так и в скорби Оставаться верным Тому Путеводному Ветру Который Именуется Веянием Духа Той Путеводной Звезде Которая Ведет Его По пути Правды В царство Истины И Эти Многообразные Испытания Как сказал Иов Многострадальный Необходимо Принимать Одинаково Ибо Польза И от того И от другого Пел И наполнил Точила Как Собиратель Винограда Так скромно О себе Отзывается Великий Наставник И Действительно Его Писание Относится К завершению Пророческих Трудов Ветхозаветного Израиля К последним Книгам Ветхого Завета Появившихся Появившимся Незадолго Уже До Боговоплощения И до Эпохи Нового Завета И Сознающий Себя Меньшим В сравнении С теми Великими Предками Вслед за Которыми Он Собирал Эти Остатки Винограда Но По благословению Божию Видит Что его Труд Нужен И полезен И благодатен Для Сыновей Его Для нас С вами И Призывает И нас Также Сознавать Себя Делателями Скромными Нива Которых Уже Не столь Велика Как Наших Великих Предшественников Но Тем не менее Призваны И мы Последние Потрудиться Бодрственно Собирая Может быть Те остатки Которые И на наш Век Сохранил Господь Для Собирания Премудрости Для Преумножения Ее Для сохранения Для сообщения Своему Потомству А благословение Божие Уже спешит Навстречу Всякому Доброму Делателю И наполнил Точила Как Собиратель Винограда То есть Вместе С достойнейшими Приносит И свой Вклад И свою Книгу В Книги Ветхозаветные В книги Которые Призваны Просветить Путь Человечества К встрече Солнца Правды Воплощению Господа Нашего Иисуса Христа Поймите Что я Трудился Не для Себя Одного Но для Всех Ищущих Наставления Говорит О своей Жертвенной Любви О той Силе Которая Побуждала Его Трудиться И это Любовь К ближним Своим Любовь К своему Потомству Которому Не Золото И драгоценные Камни Но Бесценную Премудрость Сохраняет И преподает Наставник Просвещенный Господом Послушайте Меня Князья Народа И Внимайте Начальники Собрания Вот уже Не к Рядовым Людям Израиля Но К предстоятелям И предводителям Обращается Он Стремясь Сообщить Нечто Особенно Важное Ни Сыну Ни Жене Ни Брату Ни Другому Не Давай Власти Над Тобою При Жизни Твоей Побуждает Мудрый Наставник К ответственности И К бережливости В отношении Тех Благ Даров Которые Получены Нами От Господа В 90-е Годы Многие Из наших Соотечественников Водушевленные Открывшиеся Перед ними Церковной Жизнью Не знали Как быть Со своими Житейскими Обязанностями Как Хотелось Многим Развязаться С Бременами Власти Над Производствами Над Какими-то Сообществами Людскими Но Мудрые Наставники Того Времени И поныне С любовью Чтимой И поминаемой Народом Благословляли Ничего Не упускать Из той Власти И влияния Которое Доставалось Людям Тогда Когда они Вставали на путь Покаяния И Воцерковлялись Кто займет Ваше место Кто станет У руля Того или Другого Производства Или Каких-то Властных Структур Если Сейчас Христиане Вступившие На путь Покаяния Подлинной Церковной Жизни Откажутся От Созидательной Терпеливой Деятельности Посреди Мира Сего И таким Образом Утверждались Они В несении Креста Своего И Не Отдавали Власти Над собой Ни близким Своим Ни Тем более Далеким Не Отдавай Другому Имение Твоего Чтобы Раскаившись Не Умолять О нем Можно Соблазниться Мыслью О легкой Жизни Которая Избавлена От Ответственности Власти И Это Однако Обманчивая Мысль Ты Можешь Лишиться Всего Окажешься Слаб И Будешь Зависим Теперь Трогости К себе Без Без Пощадности Будь главным И И не Клади Пятна На Честь Твою Быть главным Это значит Быть за всех Ответственным Не Напоминает ли это Вам Последующие Слова Господни Кто хочет Будь первым Будь 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 Слугой Ну А для Этого Надлежит Быть На Высоте Своего Достоинства И Смолоду А особенно Достигнув Каких Позиций Властных Не Клади Пятна На Честь Твою При Скончании Дней Жизни Твоей И При Смерти Передай Наследство Это Хозяйственный Порядок Который Будет В Делах Твоих Порядок Который Всегда Надо Оставлять После Себя И Тот Кто Умеет Всякое Посещение Своё Любого Места Завершить Наведением Порядка На Нем Умеет Всегда Оставлять После Себя Порядок Тот Несомненно Приобретёт Навык И В завершении Самой Жизни Представить Душу Свою Пред Господом Упорядоченную И дела Свои Земные Как Доброе Наследство Передать Вместе С мудростью Потомкам Своим Корм Палка И Бремя Для Осла Хлеб Наказание И Дело Для Раба Каждому Надлежит Быть Окружённым Необходимым Для его Существования И если Для Осла Необходимо Питание Управление Палка Как Не как Орудие Истязания А как Руль И Бремя Тот Груз Который Привыкая Носить Осёл Сохраняется В Своём Рабочем Состоянии А для Труженика Именуемого Рабом Есть Хлеб Наказание То есть Наставление Просвещение Ума Указание Дело И Само Дело Занимай Раба Работаю И будешь Иметь Покой Ослабь Руки Ему И он Будет Искать Свободы Речь Идет Не Только О Каком-то Бесчеловечном Хозяйстве Человека Над Человеком Речь Идет О Всяком Подчинённом О Всяком Человеке Принимающем Участие В Общественной Жизни Надлежит Человеку Быть Занятым Трудом Исполнять Ту Заповедь Которую Мы уже С вами Вспомнили Сейчас В Поте Лицат Твоего Снеси Хлеб Твой Поскольку Именно Эта Работа Будет Уберегать Человека От Празности Уберегать Его От Многих Соблазнов И Искушений И будешь Иметь Покой Ты Организатор Трудов И Поставщик Задач Ослабь руки Ему И он будет Искать Свободы То есть Освободи Их От дел Ермо И ремень Согнут Вые Вола А для Лукавого Раба Узы И раны Вол Уже Не столь Смиренный Подъеремный Ослик Но Необходим Еще и Ремень Для того Чтобы Мощную Шею Вола Согнуть В подчинение Так и В отношении Тех Кто Груп И Не Подчиняется Тот Кто Лишен Благовения И Почтительности Тот Кто Ленив Для того Предписывает Премудрый Наставник Узы И Раны Другими Словами Скорбь По Плоти Которые Однако Врачуют Эти Испорченные Сердца Употребляй Его На работу Чтобы Он Не Оставался В праздности Ибо Праздность Научила Многому Худому Приставь Его К делу Как Ему Следует И Если Он Не Будет Повиноваться Наложи На него Тяжкие Оковы Может Вам Показалось Предыдущее Слово Несколько Жестко Бесчеловечно Но Сейчас Мы В этом Разуверимся Ни на кого Не налагай Лишнего И Ничего Не Делай Без Рассуждения Если Есть У Тебя Раб То Да Будет Он Как Ты Ибо Ты Приобрел Его Кровью Таинственные Слова Кажется Не Проливая Кровь Хозяева И Руководители Работы Всякой Деятельности Подчиненных Себе Приобретают Близкого И Если Уж Кто Приобрел Нас Своей Крови Так Это Господь Иисус Христос Проливший Ее За спасение Всего Человечества Но И Здесь Премудрый Наставник Побуждает Хозяина И Начальника Чувствовать Своё Родство И Свою Некую Ответственность За Тех Кто Трудится Под Его Организационным Началом Да Будет Он Тебе Как Ты Помни Что Вы С Ним Одной Человеческой Природы Как Хочешь Чтоб С Тобой Поступали Люди Так И Ты Поступай С Ними Если Есть У Тебя Раб То Поступай С Ним Как С Братом И Ты Будешь Нуждаться В Нем Как В Душе Твоей Не Меньшие Без Больших Не Великие Без Малых Все Мы Друг Другу Нужны И В Этой В Этой Заимности Услуг Служения И Попечения И Достигаются Добрые Результаты Жизни Если Ты Будешь Обижать Его И Он Встанет И Убежит От Тебя То На Какой Дороге Ты Будешь Искать Его Легко Потерять Доверие Подчиненных Легко Оказаться Недостойным Своего Предводительского Состояния И Расклеить Те Отношения Которые Кладываться Призваны При Мудром Управлении Между Начальствующими И Подчиненными Разумный Уберегается От Всяких Излишеств И Заботясь О Своих Подчиненных Достигает Добрых Результатов И В Развитии Своей Души И Его Души И В Самом Производимом Деле Результатов